Значит, краткое содержание предыдущих серий. Что мы с вами делаем? Даже можно сказать, можно раньше начать. Мы с вами пытаемся понять принципы проектирования больших, сложных, высоконагруженных или с большим количеством пользователей систем в интернете. Для этого мы должны сделать несколько шагов. Первый шаг – это выяснить все, что происходит внутри системы, все, что будет происходить внутри системы. Нам нужно понять, как данные двигаются, на основе чего мы строим, что у нас в качестве кровеносных сосудов всей нашей будущей истории. То есть мы выясняем все функциональное описание менеджера проекта, какие функции должна выполнять система, какие данные в ней циркулируют. При этом все это мы выясняем в нескольких разрезах. Мы выясняем это все в том, как это сейчас представлено, какого это размера сейчас, какие пограничные случаи сейчас. Если, например, это френд-лента, то сколько может быть друзей, как часто друзья добавляются, как часто друзья пишут в день, в среднем и так далее. То есть мы выясняем некие пограничные параметры, мы выясняем некие средние параметры по больнице. То есть, например, в среднем человек пишет 10 по 100 в день, а максимум может максимум 100. Или вообще неограничено. Или у него может быть максимум 5000 друзей, как в Фейсбуке, а в среднем их там, не знаю, 280 и так далее. Вот, то есть максимальные, средние значения. И мы выясняем также, как это все будет меняться со временем. Да, то есть а что будет через год? Какая функциональность у нас будет через год? Или какие данные, в каком объеме они у нас будут через год? С какой скоростью они растут? И так далее, и так далее, и так далее. Дальше мы выясняем всякого различного рода, там, не знаю, функциональные требования, связанные с деградацией функциональности. Да, то есть а что мы можем потерять? Какие данные мы можем потерять? А можем ли мы терять? А обязаны ли они всегда быть, там, не знаю, в хронопорядке? Или мы можем как-то порядок варьировать, играть? А что будет, если мы, не знаю, пользователи удалиться? То есть что происходит с его данными? Должны ли удаляться данные из его френд-ленты, из френд-ленты его друзей? И так далее, и так далее. То есть выясняем всякого рода заковыристые вопросы, и от них очень много чего зависит. Ну и, наконец, нефункциональные требования, связанные с, там, не знаю, требованием безопасности, требованием скорости загрузки, скорости работы и так далее, и так далее. То есть как быстро пост опубликованный мной должен появляться во френд-лентах моих друзей? Да, вот такой типичный и очень-очень-очень важный вопрос. То есть первое, что мы делаем, выясняем кучу-кучу данных. Затем мы начинаем нам нужно будет составить схему движения этих данных, как эти данные, как это зафиксировать, как эти данные будут использоваться. А затем начинается некая база. Мы начали с вами изучать некую базу, а именно какие вообще, в принципе, кирпичики мы можем применить для проектирования архитектуры. То есть из каких кусочков она может состоять. И у нас, по большому счету, два больших пути для того, чтобы пойти, для того, чтобы увеличить производительность системы. В первом случае мы можем использовать, более эффективно использовать существующие ресурсы. В втором случае мы можем увеличить количество ресурсов. Первый путь более быстрый, но, естественно, понятно, он ограничен определенный. То есть как бы мы ни старались, больше определенного количества мы там с одного ядра процессора не выжмем с вами. Поэтому все равно, как он у нас взносит, придется в какой-то момент начинать увеличивать количество ресурсов, то есть заниматься тем самым масштабированием. А это непросто. Итак, увеличивание количества ресурсов. Здесь есть парочка инструментов, основной из которых называется трехзвенная структура. В чем его фишка? Его фишка в том, что запросы бывают разные, и каждый из запросов, которые идут на сервер или идут к системе вообще, в принципе, требует разного количества ресурсов для обработки. Есть такие, которые нужно просто с диска считать, а есть такие, которые вычислять нужно. Но так и идея заключается в следующем. Давайте их разделим. Эти два запроса, эти два типа запросов. И те, кто... Те запросы, которые не требуют вычисления, будут отдаваться чем-то легковесным, быстрым, ничего не вычисляющим серверам, программы, прослойки и так далее. А остальные будут управляться дальше. Так появляется трехзвенная структура, которая выглядит примерно так. Фронтенды обрабатывают, быстро обрабатывают легкие запросы, бэкенды вычисляют, и третье звено хранения данных. База данных или что-то еще. Непонятно. Оказалось, что у фронтенда много всяких положительных плюшек. Он позволяет статику отдавать, позволяет запросы баферизировать. То есть принимает на себя вообще первый удар. Без фронтенда любой сервер легко положить ключ даже в самом-самом-самом простейшем дозе. Обслуживание медленных клиентов, когда клиент отдает запрос или скачивает его в час по чайной ложке. Бэкенд дорогой. То есть бэкенд, на котором происходит вычисление, их может быть, не знаю, их не так много. То есть на выполнение каждого запроса требуется сотни, может быть, мегабайт оперативной памяти. А в фронтенде это могут быть килобайты. Поэтому фронтенд нам гораздо легче масштабировать, гораздо легче баферизировать на нем что угодно и так далее. Так. Второй способ именно более эффективного использования, в случае того, что у нас уже есть, это кэширование. Суть кэширования заключается в следующем. О том, что у нас разная скорость и доступа к разным средам хранилища. То есть есть хранилище, которое работает медленно, вычисляет, достает данные из базы, из таблиц, как это все перенажает, сортирует и так далее. А есть более быстрая память, даже более быстрый диск, который позволит сохранить, то есть мы сохраняем более быстро хранилищие результаты вычислений. И если исходные данные не менялись за время вот этого хранения кэша, то почему бы нам не использовать данные из кэша? Кэшировать много можно чего, разные вещи. То есть можно, например, прямо в браузере клиента что-то кэшировать, кэшировать готовые HTML-блоки, кэшировать данные, кэшировать HTML-странички и так далее. Сейчас некое таким, не то, что стандартным, де-факто, даже не так скажу. Мне больше всего нравится кэшировать данные. То есть как бы данные, очищенные без оформления, то есть еще не оформленные, но уже подготовленные. То есть мы достали данные из базы данных, обработали их в Counter-Stone и сохранили в кэше. Это позволяет их использовать в разных местах, на разных страницах, по-разному оформлять, например, банально для мобильного клиента и для веб-клиента, бесткоп-клиента. То есть используются одни и те же данные, но они по-разному оформляются. Кэширование порождает некоторое количество проблем, которые мы с вами быстренько проговорили. То есть, во-первых, кэширование — это некая точка отказа, единая, потому что она едина для всех бэкэндов. Это правильная история, чтобы клиент, независимо из того, куда он попал, видел одну и ту же информацию. У нас появляется проблема так называемой инвалидации кэша. То есть нам нужно сбросить кэш, а именно сбросить… Ну, например, мы обновили какой-то кусок данных, какую-то строчку в таблице. Нам нужно вычислить, в каких кэшах, при вычислении каких кэшей использовалась эта строчка, и их сбросить. Не такая простая задача. Проблема называется проблемой инвалидации кэша. Потом у нас есть проблема старта с непрогретым кэшем, а именно когда мы перезагрузились. Кэш у нас пустой, но работать-то нам надо. И если ваша система не работает, грубо говоря, без кэша, то есть она рассчитана на то, что кэш есть, тогда у нас появляется проблема, потому что кэшей ничего нет, все запросы отправляются на вычисления, база данных начинает тормозить, запросы вычисляются медленно, соответственно, в кэш еще меньше всего что-нибудь попадает, или попадает, но успевает за это время протухать, потому что время выполнения запросов увеличивается, и так далее. Ну, в общем, короче, может возникнуть снежный ком, который нас же и убьет. То есть если проблема инвалидации кэша у нас решалась с помощью тегирования, сейчас наверняка она в следующем слайде будет, проблема старта с непрогретым кэшем у нас решалась с помощью предзаполнения. То есть один из основных способов предзаполнения кэша. То есть когда мы запускаем, вся сервер машина стартует, выполняется несколько запросов к базе данных, вычисляются самые распространенные данные, данные, которые чаще всего запрашиваются в кэше, из кэша кладутся в кэш. И только после этого к серверу пускаются люди, пускаются клиенты. Вот, это один из самых простых способов решения. Ну и целесообразность применения кэша, по-моему, мы про это сами не говорили. Но есть такой... Ну, давайте сейчас это будет. Итак, проблема инвалидации кэша. То есть у нас возникает... То есть кроме того, что нам нужно сбросить, у нас может возникнуть проблема одновременного перестроения кэшей. То есть когда мы сбросили, например, кэш главной страницы. И тут же 10 запросов в следующую секунду, 10 запросов в главной странице. Каждый из этих запросов пойдет вычислять главную страницу. Мы будем проводить много лишних вычислений. Решается очень просто. Решается, опять же, неким флагом, который вводится внутри кэша о том, что вот этот элемент кэша сейчас вычисляется. Вычисляем. То есть пока он вычисляется, вы можете либо просто тупо подождать, либо вообще взять старые данные у старейшей. То есть первый запрос, который встретил о том, что какого-то блока кэша нету, начинает его вычислять, включает этот флаг, все остальные ждут. Процедура, вот таким образом, процедура одновременного перестроения кэшей по большому счету можно решить. Инвалидации кэша. То есть что делать, как нам сбрасывать? Как нам сбрасывать зависимости внутри кэша? От одного блока данных зависит, может быть, несколько записей в кэше. Самый простой способ – это сбрасывать кэш при наступлении событий, то есть ввести какое-то дерево. То есть опубликовалась новость на главной. Нам нужно сбросить новость кэш главной, сбросить кэш «Смотри так же», сбросить кэш «Последние новости», потому что она вводится у нас в раскрытом виде, сбросить кэш соответствующего раздела, где-то новость, то есть какая-то такое большое махровое дерево. Другой способ – это затегировать каждый элемент кэша. То есть идея заключается в следующем. Когда мы составляем… То есть если в первом варианте у нас дерево, которое растет из некого корня, то в случае теггирования кэша у нас как бы обратная ситуация. То есть мы для каждого элемента прописываем список неких уникальных тегов, от чего этот элемент зависит. И для каждого тега запоминаем, при составлении этого кэша запоминаем версию. Например, главная страница, кэш главной страницы зависит от погоды версии 15, от кэша погоды версии 15, от кэша главной страницы спорта версии 16 и от кэша курса валют версии 3. И теперь при сборе главной страницы, при сборе кэша главной страницы, мы проверяем значение, текущую версию каждой из этих тегов. Если они равны тому, что у нас записано в кэше, мы просто используем то, что из кэша. Если не равны, мы производим вычисления. Соответственно, теперь сброс кэша не заключается в том, что мы должны пройти по нашему дереву и сбросить все, что от нас зависит. Нет, мы сбрасываем, изменяем значение только собственной версии. То есть как только изменилась погода, 15 прибавляется единичка к 15, и версия погоды становится равной 16. И все кэши, которые зависят от погоды, они все автоматически являются сброшенными. Вот. Такой путь более интересен. Почему? Потому что вам не нужно при добавлении каждого нового кэша перестраивать вот это ваше дерево взаимосвязи. Нет, вы работаете только с каждым отдельным элементом. Вообще, в принципе, разработка высоконагруженной системы, одно из таких вот направлений, это делать так, работать в сторону того, чтобы каждый ваш блок, каждый ваш кусок, каждый ваш сервис ничего не знал о том, что происходит вокруг. Вот он с собой умел работать, с теми данными, которые в него попадают, умел работать, а больше вообще ничего не знал, никуда не ходил и так далее. Это позволяет вам потом собирать готовую систему из прямых готовых блоков, то есть как бы из разных готовых блоков, каждый из которых полностью независим друг от друга. И разрабатывать это гораздо удобнее, потому что вы работаете только над конкретным блоком, над конкретным участком. Ничего не меняется. Так, ну старт, скажу, что мы проговорили. И третий инструмент, который мы используем для того, чтобы повышать производительность того, что уже есть, это использование толстого клиента. Общий смысл SPA, Single Page Application, в том, что мы переносим часть вычислений с сервера на клиент. Общий смысл заключается в этом. То есть клиент по некому API отдает серверу данные, нет, наоборот, сервер по некому API отдает клиенту данные, клиент их обрабатывает и, не знаю, выводит пользователя. Типичнейшие примеры любая страница социальной сети, которая не требует перезагрузки для своего обновления. Любые нотификации, любые, не знаю, пуши, еще что-то, еще что-то. Продвинутые банки так работают и так далее, и так далее. То есть клиент, браузер или мобильное приложение всегда на сервере с сервером и запрашивает у него обновления. Что произошло с момента, например, моего последнего запроса к тебе. Какие новые посты опубликованы в моей френд-ленте, какие сообщения мне пришли. И обрабатывает их. Обрабатывает и выводит пользователя, работая с дом-деревом. Здесь нам нужно, о чем помнить, когда мы такие структуры выстраиваем, нам нужно помнить о том, чтобы не задосить самим себя. Ну, то есть, например, если у нас миллион клиентов, и они распределены на 10 серверов, и один из серверов падает, умирает, то клиент, естественно, переподключается к тем серверам, которые живые, продолжают жить. И нам нужно переподключаться умно. То есть мы вводим туда задержку по времени, то есть, может быть, даже случайность некоторую вводим. Мы вводим туда случайный сервер, чтобы они все переключились не на следующий сервер, а на случайный из оставшихся и так далее, и так далее. То есть мы бережем серверную архитектуру, чтобы самим себе ее не положить. И еще один пункт увеличения производительности – это так называемая деградация функциональности. Очень часто используется. То есть пользователь может не заметить. Самый типичный пример деградации функциональности – увеличение время в кэше. То есть что-то нам тяжело. Там, не знаю, 12 часов дня. Час пик. Поэтому давайте мы будем класть новости в кэш не на 5 минут, не через 5 минут, они у нас будут считаться устаревшими, а через 10. Пользователь, как правило, этого даже не заметит. А клиентам, ну, в смысле, а серверу хорошо. Для сервера нагрузка снижается в большом счете чуть ли не в 2 раза. Другой пример деградации функциональности вот мы наблюдаем сейчас во время нашего коронавируса. Будьте не ладен. В 7 часов вечера фильм посмотреть невозможно. Или фильм можно посмотреть только в плохом качестве. Потому что все Московское кольцо перегружено. Все вышли в интернет, все закончили работу, все пошли качать фильмы, мультики или что-нибудь еще. Что делает Иви? Снижает качество картинки. То есть он продолжает оказывать услугу, но эта услуга уже не такая идеальная. Вот это типичный пример деградации функциональности. окей, хорошо. С первой частью мы разобрались. Продолжаем восстанавливать, что у нас происходит. Дальше. Это виды масштабирования. Вы мне там в чатике что-то пишете? Осмысленно или просто так? Да, это просто про то, что вы сказали с качеством интернета. На YouTube, если сейчас открыть видео в тысяча восемь, начнет прерываться. Особенно, которые есть. Ну да, 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 да. Именно так. Вот. Но это норма. Это позволяет YouTube справляться с нагрузкой. Потому что количество каналов, физическое количество каналов, оно ограничено. Хочешь ты, не хочешь. И мы все в него утыкаемся. Мы все... Поэтому, например, знаете, как у нас сейчас основная проблема, когда мы онлайн-конференции фигачим? Это проблема последней мили у того же самого докладчика. Потому что нам нужно сделать так, чтобы у него был хороший интернет. Или хотя бы, не знаю, несколько видов интернета. Вот. И приходится еще много чего объяснять. Например, все домашние провайдеры с удовольствием подадут вам гигабит. Только гигабита никогда не будет. Потому что у этого домашнего провайдера есть сотня клиентов. И у него есть исходящий канал к его апстриму. А его апстрима, ну, то есть как бы вышестоящий провайдер, есть еще один исходящий канал. И так далее. И как бы... Да. В вашу квартиру он проложил гигабитный канал. А дальше у него 100 мегабит, например. Потому что он платит уже за выделенную полосу пропускания. Выделенная полоса пропускания стоит гораздо дороже. То есть выделенная полоса пропускания стоит десятки тысяч рублей в месяц. Поэтому, когда вы увидите у провайдера домашнего тариф штуку в две, ну, знаете, это просто как бы обманка. То есть эта скорость, которая заявлена, будет в лучшем случае глубокой, глубокой, глубокой ночью, когда все остальные клиенты этого провайдера спят. Вот. Опять же, поэтому весь наш курс, который мы с вами снимем, он про то, чтобы понимать, что внутри происходит. Вот вы знаете топологию интернета и топологию каналов от вашего домашнего компьютера до, не знаю, до Фейсбука? Какие проходят? Или до ВКонтакте? Какие проходят точки? Да? Где происходят? Изучить на самом деле, потому что это довольно прикольно. Все эти пирс-соглашения, все эти бэкбонг-кольца, М9 и так далее, и так далее. Все эти каналы в Европу, их не так много оказывается, как оказывается из Ночной Шкабарии. Вот. И там в большинстве случаев мы там через Финляндию идем или через... Или канал между Атлантикой и Европой. Их вообще там штучное количество. Лады. Так, поэтому, собственно, поэтому появляются такие вещи, как CDN, да, Content Delivery Network, которые, ну, например, работа каких-то крупных историй, чемпионаты мира или Олимпиады, вообще невозможны без CDN. Да, то есть CDN — это, грубо говоря, сеть серверов, и ты вот закачиваешь новую картинку в CDN, и она сама распространяется по всем серверам этой сети, и когда клиент из Москвы запрашивает эту картинку, ему отдается картинка с ближайшего к Москве сервера из сети CDN. А когда клиент из Сан-Паулу в Бразилии запрашивает эту картинку, ему отдается, по сути, картинка та же самая, но с другого сервака. И это позволяет хоть как-то справляться с трафиком. Потому что если бы не CDN, если бы не придумали эту технологию, невозможно было бы проводить большие массовые мероприятия, когда сотни миллионов человек ломятся в какой-нибудь Олимпиаде. Лады. Итого. Мы с вами только еще краткий... Ничего страшного, короче. Восстанавливаем, восстанавливаем памяти, все, что проходили. Итак, вертикальное масштабирование. Да, то есть дальше мы начинаем увеличивать количество ресурсов, которые у нас есть. Вертикальное количество увеличения. Просто докупаем новую память, докупаем новый процессор, переезжаем на более новый сервак и так далее. Здесь все очень просто. Дальше что мы начинаем делать? Мы берем и говорим о том, что вот, например, у нас там два сервака и смасштабируем их самым простым способом. Форум идет на вот этот сервак, а новостной сайт идет на вот этот сервак. То есть какое-то самое простое разделение. То есть самая простая самая простая история. Она не требует от нас изменения подхода к программированию. Потому что для того, чтобы сделать так, чтобы у нас одна программа работала сразу на серверах, на низких серверах, да, это требует уже некого специального подхода к архитектуре, к программному коду. Мы сейчас про это поговорим и так далее. А функционального разделения нет. Ну, по сути, всех пользователей со всеми трейдиками туда, все новости сюда, а видосики вообще на третий сайт. Да, то есть самый простой способ. И в 99% случаев это вообще бывает достаточно. на самом деле. Трехзвеневая структура и функциональное разделение решают 99,9% проблем с нагрузкой в интернете. Но для оставшихся, я не знаю, 1,1%, нам потребуется горизонтальное масштабирование. То есть, в чем фишка горизонтального масштабирования? Нам нужно так написать нашу программу, чтобы она могла работать сразу на нескольких серверах. То есть, есть несколько принципов горизонтального масштабирования, которые нужно соблюдать. Первый принцип это максимальная независимость компонент друг от друга. Ну да, максимальная независимость различных кусочков вашего кода. Вторая это примерно одинаковые сервера, примерно одинаковые блоки, сервера, в которые вы масштабируете ваше приложение. Отсутствие единой точки отказа. Причем как бы по функциональности, так и по данным. Мы с вами проходили, затронули в прошлый раз закон Андала, который говорит о том, что если есть хотя бы одна точка отказа, единая, то наше масштабирование очень-очень-очень сильно как возможность масштабирования очень сильно падает. Дальше. То есть горизонтальное масштабирование во всех звеньях применяется, что функционально, что вернее в фарантенде, что в бэкэнде, что в базе данных. Так, а где у нас шарит нафинг-то? То есть как бы два принципа мы с вами произошли, мы с вами изучили к программному коду, это stateless и shared nothing, то есть shared nothing, как бы уже проговаривали, отсутствие единой точки отказа, а stateless означает, что мы не храним состояние, то есть у нас запрос, будучи выполненным на каком-то бэкэнде, ничего не меняет в этом бэкэнде. Мы не сохраняем промежуточное состояние в рамках этого бэкэнда. То есть если запрос в следующий раз придет на другой бэкэнд, он точно так же будет выполнен. То есть происходит полная очистка состояния машины после того, как был выполнен тот или назад. Stateless позволяет нам чуть ли не ограниченно, статeless и shared nothing в чистом виде позволяют нам чуть ли не ограниченно масштабироваться. Но shared nothing не бывает в чистом виде, потому что всегда есть база, всегда есть кэш, и нам приходится хоть как-то изгаляться и что-то придумывать. Статeless не всегда соблюдается. Например, в игрушках статeless не очень хорош. То есть лучше бы стейтфул сделать. То есть если я веду танк, то требование к скорости обработки информации, то есть сколько мы вычисляем кадров в секунду, оно довольно велико. Поэтому хотелось бы, чтобы мы не тратили время на то, чтобы каждый раз поднимать состояние танка из базы данных или даже из памяти. Было бы здорово, чтобы я был на связи с одним конкретным сервером и даже с одной конкретной программой, которая хранит у себя состояние этого танка и постоянно занимается вычислениями. Так я буду быстро ехать. Ну, танк еще ладно, куда не шло. Знаете, почему, кстати, в Аргеме это начался танк? Потому что немедленно ездит. А вот некоторых вещей. Лады. Итак, горизонтальное масштабирование. Вот мы применяем эти принципы, шарит на рент, применяем принцип стейтлесс и начинаем масштабировать, например, фронтенд. То есть фронтенд масштабируется самым простым способом. Мы просто вводим новые фронтенды и между ними проводим балансировку. Опять же, самый простой способ балансировать с помощью DNS. это когда одному серверу, одному доменному имени соответствует сразу несколько IP-адресов. Каждый IP-адрес это отдельный сервак, по большому счету. Если вы сделаете запрос к DNS, то есть обычный сервер, обычно крупные сервера, крупные сайты в интернете представлены сразу несколькими DNS-серверами. Это именно собственно говоря балансировка вот этого самого бывают разные типы балансировки фронтенда. Есть DNS. Вместо DNS может стоять какая-нибудь CISCO. Очень высокопроизводительный специализированный сервер, который занимается только тем, что к нему приходит запрос, и он его разбрасывает на один из фронтендов дальше. Ну там понятное дело, еще какая-то защита от DOS, еще что-то и так далее. То есть в этом случае IP-адрес может быть один, а CISCO дальше решит, какой из фронтендов будет обрабатывать этот запрос. Для достижения некой отказоустойчивости вот такой схемы, как изображена сейчас на рисунке, используются иногда точно такие же двойственные конструкции. А именно, то есть хорошо, у нас DNS-балансировка. Вот у нас IP-адрес ВКонтакте разбивается, например, домен ВКонтакте резолвится в 5 IP-адресов, то есть в 5 конкретных серверов, в 5 конкретных машин. А что нам делать, если одна из этих машин умирает? Да, можно изменить соответственно DNS, поменять в нем запись, о том, что теперь у нас это доменное имя резолвится не в 5 IP-адресов, а в 4. Но это довольно не быстро обновится. Есть настройки TPL, есть настройки этого обновления, а некоторые DNS-сервера могут вообще игнорировать эти настройки и так далее. Это такое медленное изменение. Все это время клиент сначала будет пытаться подключиться к убитому серверу, только потом переключаться на что-то основное. Строят вот такую конструкцию, как на слайде. То есть у каждого фронтенда появляется дублер. Этот дублер соединен точно так же с интернетом. У него точно такой же есть тот же самый IP-адрес, но он, грубо говоря, мал чип. И он по специальному каналу, по-другому, не через интернет, а, например, по второй сетевой карте, соединенной напрямую с основным фронтендом, он его постоянно пиндует. У него спрашивают, братец, ты живой, ты живой, ты живой, ты живой, и если в какой-то момент основной фронтенд не ответит, то вот этот дублер перехватит управление на себя. Заявится в интернет, что теперь этот IP-адрес обрабатываю я, вот он, я такой, давайте, ребята, теперь все запросы на меня. Да, это типичная опять же история в неком дублер, что когда два сервака обладают одним и тем же набором данных, обладают одним и тем же набором данных, просто сейчас с миром в системе участвует один из них, вот, а второй стоит на подхвате и, собственно говоря, готов быстро оперативно переключиться. Вот, то есть горизонтальное масштабирование фронтендов, такое, бэкэндов еще более простое, и так вот, за линией фронтендов у нас стоит линия бэкэндов, вот, и в каждом фронтенде мы прописываем, то есть на каждом фронтенде у нас работает легковесный веб-сервер, например, Nginx, в этом Nginx и прописано, что ты, дорогой мой, в случае, если у тебя запрос ты сам выполнить не можешь, если ты не картинка, ничего не легковесного, ну, ты отправляешь запрос дальше к серваку, вот, и сервер, ну, в смысле, к бэкэнду, и бэкэндов вот у тебя пять штук, выбирай, типа, любой, или выбирай какой-нибудь там с разными весами, вот этот выбери с 50% на вероятность, а вот эти на вероятность поменьше, вот, и вперед, да, собственно говоря, и так происходит работа, да, то есть так происходит балансировка, балансировка бэкэндов происходит на фронтенде, с этим все очень просто. иногда выстраивают разные сложные схемы с обратной связью, ну, например, чтобы управлять тем, к какому бэкэнду пойдет фронтен, ну, например, чтобы иметь возможность входить к самому незагруженному бэкэнду в данный момент времени, вот, но все эти схемы довольно чреваты, во-первых, они довольно сложны, потому что статистику нужно постоянно снимать, обратную связь эту иметь, вот, и, как бы, ну, в боевых системах я, на самом деле, не встречал такие истории с такой обратной связью. Так, еще один огромный вид масштабирования, это мы еще до базы данных не дошли, это мы пока еще только вот на уровне бэкэндов с вами, фронтенда и бэкэнд. Это масштабирование во времени. То есть, в чем задумка? Задумка заключается в том, что у нас не все задачи мы должны выполнить в реальном времени и прям тут же ответить пользователю о том, что да, выполнили. Мы можем их сохранить на будущее и выполнить тогда, когда нам удобно. Например, обработать видео. Да, то есть, мало ли что, да, то есть, как бы, НЛО прилетело и все, пролетело в Москву и вся Москва ринулась, все москвичи ринулись записывать видостики и закачивать их на YouTube. Нагрузка на YouTube из Москвы резко возросла. Что делать? Да очень просто. Мы ставим все это в очередь и будем выполнять тогда, когда нам удобно. то есть, то есть, как бы, разные существуют как бы способы. Так, дальше. Зачем устанавливать контекст дальше. Выбор архитектурного решения. По-моему, это мы с вами тоже все проходили. Сервисно-ориентированная архитектура или монолитная архитектура. Да, монолитное приложение. Ну, сервисно-ориентированная архитектура выглядит примерно так. Да, то есть, мы, грубо говоря, разделяем все наше приложение, все функции нашего приложения на кусочки и каждую функцию реализуем отдельно. То есть, с некоторым API, с некоторой мордой, смотрящей к другим приложениям и так далее. Что это нам позволяет? Ну, во-первых, нам очень легко это разрабатывать. Это большой плюс. Над каждым сервисом может трудиться своя команда. Во-вторых, мы для каждого сервиса можем выбрать свою базу данных, свое вообще свой инструментарий, который идеально подходит именно к этому сервису. Ну, например, для хранения видео мы выберем огромные, не знаю, дисковые массивы. Для хранения текстовых данных мы выберем базу данных SQL. А для хранения пользователей мы можем выбрать NoSQL базу данных, потому что единственное, что требуется от этой базы, это отдать по идентификатору пользователя поднятие в анкету. Удобнее всего это все делать в каком-нибудь NoSQL. Но сервисно ориентированная архитектура естественно накладывает большие, то есть возникает большой оверхед о том, когда сервисы начинают общаться с друг с другом. Когда нам нужны информации из одного сервиса передать в другой сервис. монолитное приложение это как бы этого всего лишено этих всех недостатков. Но его тяжелее разрабатывать. Если оно падает, то падает оно абсолютно все. Но работает оно, как правило, быстрее. Именно за счет того, что нет у нас интерконнекта между сервисами. Почему масштабирование во времени идет после сервисно-ориентированной архитектуры? Потому что один из основных способов масштабирования во времени именно очереди очень часто используется для того, чтобы осуществлять коммуникации между сервисами. Итак, масштабирование во времени это у нас отложенные вычисления, когда мы просто вычисляем данные не сразу, отдаем пользователю какой-то кусочек данных, а дальше ставим себе задачу о том, чтобы их выполнить да вычислять. асинхронная обработка собственно говоря те самые очереди, когда мы с разной дисциплиной доступа, то есть как правило используется дисциплина доступа первый вошел, первый вышел. Ну, например, модерация. Вот этот классический пример, когда к нам приходят сообщения, мы его сначала опубликуем, а потом отправляем в другой сервис на модерацию. В другом сервисе это по-другому работает, по-другому как бы используется и так далее. Как нам передать информацию из одного сервиса в другой? У нас есть так называемая интеркоммуникация сервиса. Да, и в прошлый момент мы с вами... Я хотел вам предложить, кстати, то есть как бы сейчас делать предложение. То есть самый простой способ, не то же самый простой способ, самый частый способ это решение с очередями. То есть, грубо говоря, вот такая вот строится сложная конструкция. На выходе одного сервиса строится первая очередь, на входе другого сервиса строится вторая очередь. Эти очереди, это две разные очереди, они лежат в разных местах. В этом случае мы достигаем классического решения, а именно каждый сервис полностью независим друг от друга. То есть, сервис А вообще не знает, кто там в сервисе Б, кто его писал, насколько бы профессиональные программисты, и насколько правильно они все сделали. Итак, работает сервис А, в нем возникает какое-то событие, его нужно передать в сервис Б. Сервис А пишет свою внутреннюю очередь, выходная очередь сервиса А. Пишет о том, что передай, пожалуйста, в сервис Б вот такое событие. Есть некоторые раздающие, раздающие воркеры, которые берут эту очередь, выходную очередь сервиса А и раздают, вызывают сервис Б. Если сервис Б не отвечает, событие остается в очереди сервиса А. Если сервис Б упал, событие остается в очереди сервиса А. сервис Б не упал, мы получили это событие, мы передаем сервису Б. Событие может быть долго обрабатывать, поэтому сервис Б не бросает его сразу обрабатывать, точно так же кладет событие во внутреннюю входную очередь. И затем точно так же существуют воркеры внутри сервиса Б, которые разбирают эту входную очередь и потихонечку обрабатывают. Это классическое решение. Сейчас есть другие классические решения. Например, решение с Кавкой, то есть решение с некоторой шиной между всеми сервисами. Суть решения заключается в следующем, о том, что есть некая единая среда, некая шина данных, шина обмена сообщениями между всеми сервисами. В эту шину вбрасываются события определенных типов, и различные сервисы подписываются на события определенных типов. То есть вот эта вся конструкция, начиная от внутренней очереди сервиса А и внутренней очереди сервиса Б, это все забирается внутрь некой единой системы, которая стоит между сервисами, между всеми сервисами. Предложение заключалось в следующем. Если кто-то хочет, раскопайте, как внутри устроена Кавка. Сделайте нам 10-минутный доклад к следующему разу. То есть почему важно понимать, как она внутри работает? Это чтобы понимать, как она сломается, если она сломается. То есть если она сломается, то как и почему, и к чему мы должны быть готовы. Как ее масштабировать, как она выдерживает нагрузки, какие у нее ограничения. вам, как архитекторам, надо знать ограничения для любого инструмента, который вы собираетесь использовать. Вот такая история с Кавкой. Точно так же у вас сидят воркеры, которые подписаны на какие-то события из Кавки. Точно так же они работают, точно так же они обрабатываются сервисом МБ. Так, едем дальше. Также очереди часто используются, например, для каких-то конвейерных историй. Например, когда вы передаете данные с конвейера на конвейер, каждый раз их обрабатывая и приводя в более компактный вид, более обработанный вид. Типичная история сбора логов и показ статистики. Сначала вы собираете логи и записываете их полностью. Затем вы обновляете самые главные счетчики, потом вы обновляете счетчики менее главные, потом вы пересчитываете частную статистику, потом статистику по уникам, потом статистику по суткам и так далее. Есть поток цепочка сообщений. Что еще можно использовать конвейер? Например, вам нужно обработать что-то очень большое. Например, вам нужно разослать, приходит задача сервис 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 рассылки почтовых сообщений. Ему приходит задача. Слушай, чувак, разошли мне, пожалуйста, вот это сообщение всем подписчикам Марка Цукерберга. А у него 100 миллионов подписчиков. Если начать выполнять эту задачу в лог, то эта задача будет выполняться несколько дней. Поэтому, как правило, она проходит несколько стадий. То есть, мы ее разбиваем на кусочки. Берем задачу, разошли всем подписчикам Марка Цукерберга, потом берем всех подписчиков Марка Цукерберга, понимаем, что их 100 тысяч, 100 миллионов, например, и разбиваем по миллиону. И записываем в следующую очередь, уже следующую задачу, а именно, разошли вот это сообщение вот этому миллиону человек. А следующий цикл, может быть, мы берем этот миллион и разбиваем его на кусочки уже по тысяче. И ставим задачи уже, разошли вот это сообщение вот этой тысяче. И только следующий этап может быть уже непосредственно рассылка. Зачем так делается? Зачем, чтобы у нас не было одних больших мега-задач. То есть разослать по миллиону даже, это долго. А почему мы сделали промежуточный этап? Почему мы не разложили, например, сразу взяли 100 миллионов и разложили в задачке разошли вот это письмо по этой тысяче? Кто ответит? Вы со мной? Ребята? Может, количество ядер явно меньше, чем мы бы сразу могли разложить по 100 тысяч? Ну, да. Ну, как бы направление мысли правильное. Если мы берем задачу, разошли вот это сообщение по 100 миллионам и раскладываем это в задачи вида разошли это сообщение по тысяче, то нам нужно записать, грубо говоря, 100 тысяч задач. Сама по себе процедура записи 100 тысяч задач может быть длинной и долгой. Поэтому мы взяли и смухлевали. Мы сначала разбили 100 тысяч задач на миллионники и это 100 записей, 100 задач. А потом мы взяли эти 100 задач и каждую из них отдельно обработали, превратили ее опять же в тысячу. То есть вот это разделение на много маленьких кусочков. То есть мы вообще в принципе разработка законодруженной системы это очень часто неудобство хранения, дублирование в хранении для того, чтобы быстрее было отдавать запросы. То есть мы данные храним в виде удобном для обработки, для ответа пользователю, а не в удобном для хранения. То есть мы храним в пяти различных экземплярах. То есть каждый экземпляр куска данных мы можем хранить в пяти различных видах, потому что у нас например пять видов просмотра. И здесь мы подходим к основному принципу масштабирования баз данных. Он именно вот такой. То есть данные хранятся так, как их удобнее отдавать, а не так, как их удобнее хранить. Едем дальше. Это мы очень быстро посмотрим. Это некий набор теории, который нас будет ограничивать. И если мы начнем реально думать про то, почему возникли паттерны масштабирования баз данных, то мы как раз увидим, что они исходят из различных физических, теоретических ограничений. Например, требования оси требования к транзакции Ян. Несколько составляющих. То есть транзакция это объединение в блоке работы с данными сразу нескольких операций. То есть когда мы открываем транзакцию, выполняем все данные, которые заложены внутри транзакции, закрываем транзакцию. И транзакция выполняется либо полностью, либо никак. то есть она либо полностью выполняется, либо полностью не выполняется. Консистентное требование к транзакциям. Потому что транзакция сохраняет согласованность, целостность базы данных. Изолированность означает, что вы начали выполнять транзакцию. В транзакции пять запросов по изменению состояния тех или иных строчек. Пока все пять не выполните, пока вы не закроете эту транзакцию, никто больше не увидит промежуточных результатов. Только вы. То есть, грубо говоря, база данных выполняет транзакции, то есть, для каждого подключенного клиента существует, ну, это очень грубо, как бы отдельная копия базы данных. Реально она, конечно, не существует. Но каждый из клиентов, каждый из бэкэндов, каждый из программ, которая подключена к базе данных и качает оттуда информацию, не видит то, как выполняются другие транзакции и что они при этом делают с базой данных. Вот. Ну и, наконец, надежность. То есть, если база данных отрапортовала, что транзакция выполнена, да, действительно, мы выполнили транзакцию. и, собственно говоря, изменения, которые произносят, изменения вынесены. Дальше. Для того, чтобы это все обеспечить, существуют так называемые существуют механизмы, которые вот как раз скрывают от пользователя то, что, грубо говоря, он работает с базой не один. С базой работает одновременно куча клиентов, вот, и не показывается каждому клиенту, не показывается некое промежуточное состояние, да, то есть, некоторое выполненное наполовину транзакции или выполненное наполовину запроса, если он большой, да, ну, например, как вы выполняете какой-нибудь запрос, который апдейтит все строчки, не знаю, 100 строчек, другой клиент не может попасть на ситуацию, когда 50 строчек уже проапдейтено, а другие 50 нет. Такого, как бы, не бывает. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... И в ней путается очень много народу, и она реально не такая простая, как кажется. И в реальности это и не теорема. Или предположить, какие ограничения у вас будут, и что с ними никак ничего не поделаешь. Итак, как теорема заключается в следующем? Потому что для распределенных систем можно выполнить только два из трех свойств. Три свойства — это согласованность, доступность и устойчивость к разделению. Мы сейчас, к сожалению, не будем на этом подробно останавливаться, но существуют различные комбинации этих самых свойств. И в зависимости от каждой комбинации у нас появляется тот или иной архитектурный паттерн. Итого, собственно говоря. Теперь мы приходим к... Вот у нас есть к нескольким основам. Мы сейчас быстренько проговорим или, во всяком случае, начнем проговорить. Итого, у нас есть данные. Нам их нужно хранить. И в какой-то момент, неизбежно, база данных перестанет справляться с их хранением. То есть данные перестанут влезать на одну машину, первый вариант, или сервер базы данных перестанет успевать обрабатывать все запросы, которые приходят на его. И все. На одну машинку, в одну базу данных эта информация уже не влезает. Нам нужно покупать, докупать вторую машинку. И нам нужно распределять нашу базу данных уже на два сервера. И самый простой способ, который чаще всего используется, самый простой способ, называется репликация. Самый простой архитектурный паттерн. В чем его смысл? Его смысл заключается в следующем. На том, что один из серверов базы данных у нас назначается главным. И мы пишем информацию туда. А затем эта информация копируется на другой сервер. На так называемый слейв. Подчиненный. И слейвов может быть у нас несколько. Допустим, мастер у нас один. И мы, соответственно, пишем информацию только в одно место, а читаем эту информацию из многих мест. В этом случае вся наша структура вот этого хранения, вся наша структура базы данных, у всей этой структуры увеличивается производительно. Почему мы так можем сделать в принципе? Потому что типичная схема использования интернета и вообще типичная схема использования любой программной системы заключается в том, что мы читаем из нее гораздо чаще, чем пишем. То есть на одно запрос в запись приходится, я не знаю, тысяча запросов на чтение. Мы пользуемся вот этой вот фишечкой о том, что у нас записей меньше, гораздо меньше, чем в чтении, и реализуем вот такую конструкцию. Пишем в одно место. Затем информация, когда мы ее туда записали, распространяется во все места, откуда мы ее читаем. Вот самая простая схема, репликация. Для чего она не подходит, например, ребят? Может банковское дело, если мы будем читать информацию о нашем счете из разных мест, потому что мы можем, допустим, потратить деньги, начать читать до того, как они были, ну, не знаю. Докатились до слейва, да. Ну, то есть как бы первая проблема у нас, которая здесь возникает, это, наверное, согласованность данных. Мы от нее в каком-то смысле в явном виде отказываемся, да, то есть мы не можем ее обеспечить. Или можем обеспечить, но только с помощью каких-то хитрых приемов. То есть у нас существует лаг, и он всегда существует, пока информация докатывается с мастера, куда мы ее записали, до слейва. Как мы можем решить эту проблему? По-моему, у меня на слейде написано решение, да? Ну да, собственно говоря, типичные решения этой проблемы. Например, мы, как только нам сервер ответил о том, что он записал информацию, мы прямо джаваскриптом, вот этим нашим толстым клиентам, показываем это самое обновление. То есть мы не идем к серверу и не запрашиваем у него оттуда эту информацию, не перечитываем ее у него оттуда. Ну, например, у меня на сервере 1000 рублей, я перевожу 500. Мне сервер отвечает, я принял твою транзакцию на 500 рублей. И после этого у меня клиент банковский сам из 1000 вычитает 500 и пишет остаток на счете. 500 рублей. Он не идет к серверу и не говорит, отдай-ка мне новый отстаток. Он сам производит это вычисление. То есть мы джаваскриптом немножечко муклюем. Социальные сети муклюют все один в один. Если вы посмотрите, ты публиковал сообщение, оно появляется у тебя тут же как бы в ленте новостей. Оно не считывается с сервака, скорее всего. Я, если честно, не изследовал, но когда мы писали в социальные сетки, мы муклювали. То есть как только сервер нам говорил, что все, я записал, мы сразу показывали пользователю эту самую информацию о записанном сообщении. Другой вариант. Обычно мы читаем со слейвов, с тех, куда репликация приходит. Но в случае записи мы читаем с мастером. Вот только в этом случае, только если мы только что записали что-то на север, то в этом случае мы читаем с мастером. Тоже вполне себе работающая схема. Когда еще не подходит классическая мастер-стейв-репликация? Для какого типа проекта? Ну давайте подумайте. Вот какие свойства данных, какие свойства системы должны быть, чтобы мастер-стейв-репликация была неэффективной? Ребят, вы со мной? Ну, может, данные должны быть очень тяжелыми, например, чтобы их было просто невыгодно рассылать по слейву, чтобы занимало много времени. Возьмем те же игры, шутеры. И по расположению каждого игрока рассылать каждый раз несколько мест, но это кажется затратным. Ну, то есть там же сеть критичным ограничением способна? Ну, примерно думайте в правильном направлении. Чуть-чуть осталось додумать, я подскажу. Там, где количество записей сравнимо с количеством чтений, вот в таких ситуациях, обычно это, например, игры. То есть когда поток... То есть если вы... Количество записей, количество изменений состояния базы, оно примерно равно количеству чтений, вот типичная игра. То есть я двигаюсь в игре, и тут же, собственно говоря, происходит запись всего этого. И тут же происходит чтение. И я изменил положение, я тут же записал и тут же считал, тут же записал и тут же считал. В этом случае мастер-слейв-репликация становится просто тупо бессмысленной, потому что, ну как, ну... Каждое событие у тебя порождает целую волну записей внутри твоей системы. У тебя пейс-слейвы будут загружены точно так же, как и мастер, да, на чтение, на запись информации, приходящей от мастера к себе, да. Если нейросети параллельно обучать, такая же проблема возникает, потому что один объект прошел, нужно обновить веса, и это происходит постоянно в плюс-минус одинаковых количествах. Ну вот, собственно говоря, то есть для нас в данном, в таком случае, такой способ масштабирования базы данных не подходит. Посмотрим другой. Трум-бам-бам-бам, ну, собственно говоря, проблема задержки, да. Это самая репликация, да. Реплицировать можно из разных баз в разные базы. Да, то есть из базы одного типа в базу другого типа, да. То есть как нам удобно с вами, так мы можем использовать базу, так мы сможем использовать репликацию. Так, ну и на самом деле подошли к нашей классике, да. к классическому вообще способу, который используется, ну, наверное, в каждом интернет-проекте. В каждом айтишном проекте. Способ масштабирования базы данных. Итого, у нас очень много пользователей. Придумайте способ, да. Ну, очевиден способ, кроме, то есть в случае репликации мы копировали с мастера на слейв один большой, собственно говоря, кусок данных, да. То есть копировали все, да, всю базу данных. То есть в этом случае мы решали проблему не столько объема данных, сколько скорости доступа, да, то есть скорости чтения. А, допустим, у нас данных еще много. То есть у нас данных стало столько, что они не влезают физически на одну машину. То есть у нас уже две проблемы. И скорость чтения, и не влезают. Что нам делать? И классическая история заключается в том, что давайте мы поделим данные вертикально. Да, то есть давайте мы поделим данные на несколько баз данных. Давайте мы разделим всю таблицу пользователей на две части. и одну часть положим по какому-то принципу, по какому-то ключу, да, и одну часть положим в одной базе данных, да, другую в другой базе данных. Одну на одном сервере, другую на другом сервере. Это называется шардинг. То есть нам нужно для того, чтобы зашардировать базу данных, большую базу данных, мы с вами выбираем некоторые критерии, по которому мы будем проводить это самое разделение. Критериев? Критерием может быть все что угодно. Это может быть, я не знаю, первая буква логина. Это может быть, не знаю, остаток отделения на 10. Что угодно, да. Важно что? Важно, чтобы все программные компоненты, все модули, все, кто работает с этой базой данных, придерживались некой единой схемы, да, некой единого алгоритма. Один и тот же алгоритм. То есть первый вариант — это вот придумывание такого самого алгоритма, внедрение его в саму систему. Да, ну, например, вот у вас база пользователей, и база пользователей растет. Ну, в конце концов, вы решаете. Ну, все, теперь у меня будет два сервака, альфа и бета. Да, и я базу пользователей разложу на альфа и бета. И все пользователи, у которых идентификатор четный, они у меня лягут в альфу. А все пользователи, у которых идентификатор нечетный, они у меня лягут в бету. Все. Вы достигли такого договоренности, и, собственно говоря, ну, везде ее используете. Так. Теперь у меня первый вопрос. Есть альтернатива. Она называется центральный диспетчер. То есть в этом случае алгоритм заменяется, вот этот самый алгоритм заменяется неким очень быстрым сервером. Единая точка отказа, которая умеет отвечать только на один вопрос. Где лежит пользователь с таким-то идентификатором? Где лежит пользователь с таким-то идентификатором, да? Или куда положить пользователя с таким идентификатором? Какой вариант лучше? Какой вариант вы бы выбрали и почему? Алгоритм или вот такую единую точку отказа? Ну, это сильно зависит, кажется, от того, как часто происходит переконфигурация, например. То есть если там часто меняется алгоритм, там у вас растут данные, вам приходится постоянно менять шарды, то тогда такая единая точка отказа может быть там хотя бы забыкапленная там хостом баем, потому что ее можно как-то единообразно переконфигурировать, не пересобирая все компоненты. А если переконфигурация не происходит, то можно, кажется, просто использовать алгоритмическое такое шардирование. Также этот алгоритм шардирования может быть достаточно сложным и каждый раз копировать, ну, сомнительное решение. Алгоритм шардирования, подожди, поясни еще раз. С первым пунктом согласен, с вторым пунктом давай, объясни. Ну, я такой пример вспоминаю, внутри Яндекса есть сервис тестирования каких-то изменений, и там у каждого теста есть какой-то ID-шник, и из ID-шника можно однозначно получить, ну, собственно, из чего это изменение состоит. Но там формула сложная, и там долгое время у всех были свои алгоритмы, которые что-то не учитывали, и постоянно из этого происходили конфликты, и уже, кстати, привели к тому, что есть единый сервис, который решает вот этот ID-шник, он вот этому соответствует. Ага, так, понятно. Или, например, когда делают АБ-тесты в том же Яндексе, иногда приходится перемешивать выборку использователь, ну, вот группу А и группу Б, это иногда приходится делать несколько раз, они бывают очень большими, и в таком случае как-то неуместно на самих машинах это делать, лучше синтровизованно. То есть, нам нужна какая-то информация, которую нужно обрабатывать, про это шардирование, за то, как оно произошло, какие-то статистики подчисывать. Понятно, понятно. Или, например, подкину вам тоже. Если у вас сервера просто-напросто разной мощности, и на самом деле функция не такая уж и простая должна быть, вот эта вот наша хэш-функция, да, то есть, которая вычисляет номер сервера по какому-то идентификатору. Ну, например, на один из серверов влезает в два раза больше данных, он в два раза мощнее, он куплен вчера, да, чем тот, который куплен два года назад. И вот у нас уже появляется проблема, потому что у нас на один сервер нужно положить две трети от всех данных. В случае центрального диспетчера мы легко решим. Мы просто запрограммируем в это место, что вот сюда клади в два раза больше данных, а сюда одну треть данных. А в случае какого-то равномерной хэш-функции это уже не так просто, да, то есть нужно уже как-то изгаляться. Так, хорошо. А что делать, например, с такой ситуацией? Вот у нас есть пользователи, да. Вот мы выросли, мы молодцы, наши маркетологи получили премию, теперь нам нужно два сервера для хранения всех пользователей. Первый и второй, да, то есть мы ввели хэш-функцию. Ну, у нас все просто. Ввели хэш-функцию, решили не заморачиваться с центральным диспетчером. Четные сюда, нечетные сюда. И вот прошло еще полгода, и теперь нам нужно вводить третий сервер, потому что на два сервера мы опять перестали влезать. Чего нам делать? Как нам вообще себе жизнь-то упростить? Чтобы каждый раз не пересчитывать всю эту систему шардирования. То есть теперь нам нужно уже делить на три, и шард — это остаток отделения, и нам нужно во все места, которые мы используем, где у нас происходит обращение к базе данных, залезть, изменить там эту функцию. Вот. Ну, как-то нам нужно поизгаляться. Не очень удобно. Как упростить всю задачу? Как нам заранее подготовиться к тому, что шардов будет много, к тому, что мы будем расти? Что бы вы сделали? Заготовить процедуру для динамической локации, может быть? Ну, это классно. Это придется, конечно, делать в любом случае. Вот. Но... А как бы шарды-то не менять с места на место, не перекладывать? Ну, динамическая локация шардов, ну, блин, ничего. И ты вот всю систему перестраиваешь каждый раз, да? То есть ты как бы переносишь... То есть у тебя... Ну, прикинь, вычисления, да? То есть тебе нужно... У тебя было два шарда, теперь у тебя три шарда, а потом у тебя будет четыре шарда. То есть ты каждый раз будешь из разных шардов вытаскивать какие-то куски, куда-то их перекладывать, причем физически перекопировать на новый сервер. Ладно бы из одного шарда на другой просто переложил. Так, ты будешь их физически из одного места в другое копировать. Понимаешь? Ну, можно разделить шарды по типам, и типа какие-то... Вот когда у нас в каком-то типе нужно меньше шардов, то мы часть делаем неактивными. А потом, когда нам понадобится опять этого типа, мы их опять активируем. То есть на них остается информация, которая им нужна для обработки таких типов запросов. Даже еще сложнее стало. А у нас сейчас утверждается, что мы просто берем какую-то хэш-функцию. То есть мы не можем ли мы заранее сделать так, чтобы мы при создании там идишника условного пользователя кодировали в него то, в каком шарде он лежит? Ну, а ты так и так. Хэш-функция и есть. Кодирование в идишнике. того шарда, который он лежит. Ну, в каком-то в каком-то виде, да, да, то есть как бы по сути. Как заранее предположить, что у тебя будет, что у тебя количество шардов будет увеличиться? Что тебе нужно сделать заранее? То есть как к этому подготовиться? Придумать правильную хэш-функцию, которая может учитывать расширение, ну, количество сервировки дома, складывая, что-то. Ну, давайте. Ну, придумай. Ну, управление мыслей... Правильно, то есть нужно как-то к этому заранее подготовиться. Как? Ну, делать так, чтобы это было там степень какой-то, ну, простой в какой-то степени по модулю числа шардов. Причем достаточно большое простое. Можно внутри каждого сервера BD делить просто еще на шарды, а потом распределять на новые сервера. Уже теплее. Так обычно делают, ты прав, да. Короче, идея заключается в следующем. На третьем. Мы вводим такое понятие, как некий, он, как правило, используется, виртуальный шард. То есть с самого начала вы делите вашу базу данных на огромное количество шардов. На то количество шардов, которое вам потребуется в будущем, через 100 лет. Например, мы делим базу данных пользователей не на две части, а на 100 шардов. На 100 виртуальных шардов. Но пока нам 100 реальных машин не нужно. У нас вот эти 100 виртуальных шардов укладываются в два сервака. Поэтому что мы делаем? Мы берем и виртуальные шарды раскладываем, делим напополам. 50 из них идут в одно место, 50 из них идут на другой сервер. То есть у вас, грубо говоря, появляются две вот этих самых... То есть как бы наверху у вас хэш-функция, а именно разделение по какому-то идентификатору вычисления виртуального шарда, который лежит этот пользователь, и он там будет лежать всегда в этом виртуальном шарде, никогда он оттуда не исчезнет и так далее. А дальше какая-то, пусть даже вручную составленная таблица в соответствии виртуального шарда реальной машины. То есть вот типичное решение потенциального подобного масштабирования в будущем, оно примерно вот такое. И по мере того, как у вас каждый из виртуальных шардов начинает пухнуть и расти, вводятся новые сервера. И перевозите вы теперь, вы не залезаете внутрь этой функции, то есть она расползалась у вас по программной системе, во многих местах уже используется. Внутрь этой функции вы больше не залезаете. Вы залезаете только вот в эту одну табличку, где происходит установка соединения, то есть установка соединения с конкретной базой данных в зависимости от шарда. В зависимости от номера шарда мы вычисляем, где на каком порту лежит эта база данных и на каком сервере лежит, слушает эта база данных. И да, действительно, на одном физическом сервере запускается несколько экземпляров того же постгреста, каждый из которых обслуживает свой виртуальный шард. Вот примерно такая схема. Но в этом случае вы будете работать исключительно такими крупными кусками. когда вам нужно переехать с одного сервера на другое, вы переезжаете исключительно большими, исключительно готовыми законченными шардами. Так, а как переехать, кстати? Тоже непростая задача. Ну вот центральный диспетчер, то есть как бы с послайдом пройдемся, да, центральный диспетчер все понятно. Хотя тоже на самом деле не так уж и понятно. А домашнее задание, как переехать физически, перевести виртуальный шард с одного сервера на другой? Как это сделать? Не такая простая задача. Я бы хотел, чтобы это было сделано без остановки моего сервиса. Даже для тех пользователей, которые прямо сейчас оказались на шарде, которые переезжают. Вот как мне сделать так, чтобы... Мы не можем параллельно переписывать данные, оставляя второй включенный, и при этом на него, на который сейчас, с которым переезжаем, все равно пишем новые данные, смотрим, что они прибавляются на новом, если нужно перезаписать что-то. Ну конфликты будут к тому, что... Ну вот, давай, давай так. Так, приходит запрос. Типа, мы теперь будем отправлять ответ, что подтверждено не с одного севера, а с двух. Операция будет занимать дольше времени, но при этом будем поддерживать согласованность, по идее. Ну да, можно так. Не очень красиво, конечно, но в том плане, что писать это в два места. при этом, а если в этот же самый момент, когда я пишу, мой сервис как раз копирует, да, то есть моя обслуживающая программа как раз копирует из А в Б. Ну то есть как бы возникает куча каких-то возможностей. Получается, что они живут в очереди, то есть это задержка. Коллизии. Ага, ну вот, задержка. То есть операции кладутся в очередь, и мы копируем как-нибудь, если в очереди пока никого нет, то и пытаемся маленькими данными. Ну хорошо, можно в этом направлении подумать и что-то спроектировать. А поинтереснее что-нибудь как-нибудь понадежнее и не так замороченное для программистов, которые будут все это реализовать. Придумайте. Ну можно на время пока идет копирование, можно завести какую-то временную очередь, которую просто добавлять все приходящие сообщения подряд, и потом, когда она заполняется, уже ее перекидывать на второй сервер. То есть, чтобы имитировать, что у нас все работает как обычно, но просто мы не можем писать туда-туда обычно, поэтому будем писать просто какое-то произвольное место и хранить еще какую-то дополнительную информацию, чтобы понимать, куда это перестать. Ну вот, как-то об этом тоже не очень как-то элегантно. Еще такой вариант, что мы условно переключаемся на новый инстанс, не удаляя пока старый, но при этом проксируем через него все чтения записи первое время в старый шард. Вот. И параллельно с этим в фоне подтягиваем еще из него данные. Вот. То есть, если нам приходит какое-то чтение, мы идем в старый шард, актуализируем данные у себя при этом, отправляем ответ старого шарда. Записи делаем точно так же. Это тебе нужно прямо... У тебя обычно все-таки шард это тупо база данных. Простая база данных. Это правда. Вот просто... Да, простая база данных и вот такой функциональностью сходить как прокси куда-то еще, посмотреть, нет ли там обновления, у нее, как правило, нет. Это будет какой-то простой достаточно сервис, написанный сверху, кажется. То есть, вот это вот проксирование, кажется, можно реализовать в уровне, который связывается с базой данных, в этом коннекторе. А если запрос идет... Это если запрос идет простой. Ну да, если транзакция, то тяжелее, конечно. Не-не-не, давайте еще проще придумаем. Окей. Еще проще, еще проще, еще проще. Самый простой. Чем проще, тем лучше. Чем проще, тем меньше ломаться. Ну, в общем, нужно копать в сторону того, с чего вы начали. То есть, какая-то... То есть, у вас идет процесс перемещения данных с одного устройства на другое устройство. Может, как-то переносить данные по клиенту, то есть, типа, сначала перенести все данные, которые необходимы для обработки одного клиента, потом другого, и так, типа, по очереди всех клиентов переключать на новое место шарда, когда все клиенты, ну, все данные для всех клиентов будут перекопированы, тогда уже всех на другой шард отправлять и старые выключить. Ну, вот, правильно направление размышлений, да. То есть, обычно делают так. Обычно шард вводится в какой-то такой спецрежим. У вас же их немного виртуальных шардов, у вас их всего 100, да, и перенос шарда с одного места на другое, это такая нештатная ситуация, да. и вы можете, ну, не 100 физических виртуальных шардов, просто их ограниченное какое-то количество. Вот, вы можете ввести виртуальный шард в некое спецсостояние, когда он, например, будет читаться там из двух мест. И действительно, клиенты, как правило, копируются, записи, как правило, копируются, ну, по-клиенту, да, то есть мы скопировали кусок данных, переключили информацию, что теперь вот этот конкретный кусок данных вот в этом конкретном шарде, который сейчас находится в режиме, в спецрежиме, он берется уже из нового места. Вот, и так по-клиенту переносить. У вас все равно будет точка отказа, то есть все равно будет момент, когда вы не сможете отдать информацию по одному вот этому конкретному клиенту. Если запрос на него пришел в тот момент, когда вы копируете, например, запрос даже на обновление, вот приходит запрос на обновление в тот момент, когда вы копируете. Куда писать? В новое место, в старое место, в оба места. А если в новое место, они еще не докопированы, они копируются. Вот, то есть все равно может быть отказ от обслуживания, то есть вы можете сообщить клиенту о том, что, чувак, слушай, мы тебя в данный момент переносим, но это будет очень коротковременно. То есть это будет только для одного конкретного человека, а не для всего шарда. А мы разве не делаем шарды достаточно маленькими, чтобы их можно было просто сразу перевести целиком в редон или перенести и поднять обратно? То есть мы не считаем это достаточно быстрым? Можно так. Можно действительно разделить не на 100 виртуальных шардов, а на 10 тысяч виртуальных шардов или 100 тысяч виртуальных шардов. Это вы когда будете... Да. Главное, чтобы база внизу работала. Да, когда вы будете запланировать, когда вы будете прорабатывать архитектуру. Общая идея заключается именно в этих двух слоях. Верхний слой автоматическое по функции разбиения на виртуальные шарды. Нижний слой, такой табличный маппинг виртуального шарда в какое-то реальное местоположение. Так, давайте еще центральный диспетчер быстренько проговорим. Ну, то есть в чем у него, да, то есть плюсы и минусы. Все понятно, да. Итак, единая точка отказа. Огромный колоссальный минус. Но, тем не менее, я знаю крупные сервисы, которые работают именно с помощью такой истории, потому что это позволяет гораздо гибче использовать ресурсы. Итак, центральный диспетчер хранит информацию о том, на каком шарде хранится вот эта конкретная запись. И вот в этом, кстати, случае, в случае центрального диспетчера, очень легко переносить записи с машины на машину. То есть у тебя, ты центральному диспетчеру сообщаешь информацию о том, что сейчас ты переносишь этого пользователя вот отсюда, вот сюда. И центральный диспетчер отвечает всем желающим, потому что, ребята, подождите минуту. Все, перенос закончен, центральный диспетчер продолжает работать. Так, добавляем новый сервак. Вот тут под управлением центрального диспетчера 10 серверов. Добавляем 11-й. Как, собственно говоря, начинать его заполнять? То есть что? Что надо делать? Переносить ли новые данные на него? Допустим, это не нужно, да, в том плане, что пока мощности хватает. Но как нам сделать так, чтобы он через какое-то время был заполнен? Он сейчас пустой. У нас 10 заполненных наполовину, и один пустой вообще полностью. Какой алгоритм предложить? Можно там с какой-то вероятностью, с большей вероятностью отправлять на него. То есть, главное, ввести какие-то веса, которые зависят от заполненности сервера. Чтобы у пустого сервера вес был гораздо больше, чем у тех, которые заполнены. И таким образом там случайно, но все равно сойдется к более-менее равномерному заполнению. Но можно... Достаточно много записей происходит. Можно, но есть опасность, что ты его сам же и положишь. Правильно? Поэтому я говорю, что там веса какие-то. Что там веса, которые можно как-то потюнить. А не то, что если мы видим тот, который меньше, мы все на него сразу рашим. Ну, понятно. Эти веса можно подкрутить так, чтобы не вложить. Да, все нельзя сразу класть. Но при этом все равно ты делаешь его более нагруженным, чем любой другой. Из-за вот этих весов. Правильно? Ну, остается более нагруженным на создание, но при этом чтение на него приходит гораздо меньше с другой стрим, потому что там пока ничего нет. Поэтому тут вопрос. Хорошо. Допустим. Допустим. Ну, тут можно поспорить, потому что мы не знаем, как работает... Как сервис, который мы сейчас программируем, с данными работает. Может быть, они актуальны вообще только... Или, там, не знаю, 90% запросов идет к тому, что обновлялось в течение последних суток. Такое может быть. Еще алгоритм. Предложите мне еще алгоритм. Итого, у вас есть X шардов, каждый из которых заполнен с разной степенью. Какой самый оптимальный вариант, самый безопасный вариант их заполнения, который через какое-то время приведет к тому, что все они будут заполнены одинаково. Веса — да, но есть более красивый способ. Ребят, алгоритм, алгоритм. Центральный диспетчер. Алгоритм. А пропорционально заполнить, собственно, нельзя заполнять, как бы распределять центральный диспетчер. Да, этот алгоритм уже предложен, он опасный. Потому что ты можешь... Нельзя отправлять. Сейчас, подожди. Ты можешь получить большой поток на самый свободный сервер. Больше, чем тот может справиться. Так, а последний вариант какой? Считать количество запросов и всегда отправлять на минимум. Нельзя. Опасно. Можно, точнее, но опасно. Можете положить сами себя своим алгоритмом. Но, но, но. Ладно, все, это и будет в вашем... Может быть, не заполнять топ-3, допустим, самых переполненных, да? Самых заполненных. Остальные сами собой как-то разберутся, нет? Похоже, а только в обратную сторону. Типичная история выглядит примерно так. Берем некую точку отсечки. То есть, как бы, вы берем, берем некоторые условно-свободные серебра. Например, если сервер заполнен меньше, чем на 70%, то он считается свободным. И среди всех вот этих вот условно-свободных случайным образом. Тогда, то есть, соответственно, у всех из них нагрузка будет постепенно, ну, в смысле, как бы, заполненность будет постепенно расти. Он будет доходить до 70% и как бы выбывать из игры. И в игре будут оставаться только те, кто сейчас меньше 70%. И вам остается следить только за тем, чтобы в игре всегда были серверки, которые там меньше определенного порогового уровня. Вот таким образом вы себя точно не задосите. Это не самый оптимальный способ по сравнению с весами, но, тем не менее, он как раз-за более надежный. Например, можно делать так. Так, это вот центральные диспетчки. Все, давайте мы на сегодня на этом закончим. У нас осталось еще два инструмента с базами данных. Это, во-первых, мы с вами изучили горизонтальное шардирование. Есть еще вертикальное шардирование. Есть еще партиционирование. Кластерные истории мы с вами изучать. Не будем, потому что, по большому счету, кластерная история. Внутри лежит что-то из вот этих алгоритмов. Какой-то набор вот этих вот самых алгоритмов. Репликации, шардирование, еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то. Просто в случае кластера, когда вы покупаете готовый кластер, этот алгоритм собран не вами. И вы, соответственно, не знаете, где он сломается. И, наверное, уже в следующий раз мы с вами перейдем, попробуем перейти к какому-нибудь спроектированию, ничего-нибудь спроектировать. Я, конечно, как это сделать удаленно, я ума не приложу. Так, вопросы по шардированию и репликации. Ну, можно, да, пейнти, но это так, знаешь, я курица лапа буду рисовать. Итак, вопросы по тому, что мы сегодня с вами пробежали. Контекст восстановили и два паттерна по базам данных изучили. Там еще в чате курса просили записи куда-то выложить. Ну, в чате курса брошу сейчас. Окей. Все, окей. Тогда расходимся за работу. Не знаю. Спасибо. Продолжаем. Да, идем спасать. Продолжаем. Спасибо.